Дорогие друзья, я рад вас всех приветствовать! Всех тех, кто присоединился к нам на телевидении, всех тех, кто присоединился к нам в Левобережном кампусе, всех, кто смотрит эту трансляцию, мы рады, что вы сегодня в церкви, и мы рады, что голос Божий сегодня достигнет и вас. Сегодня я, с вашего позволения, буду проповедовать проповедь, которую я назвал так, Бог, которого я придумал. Звучит интересно, интересно, о чем же он будет сегодня говорить? Я хочу, чтобы мы начали со Священного Писания. Я открою Псалом 30 и прочитаю слова Давида. Он говорит, Я хочу, чтобы мы склонили голову и помолились. Наш Небесный Отец, мы молимся о том, чтобы твой голос всегда был услышан нами, и чтобы наш голос всегда был услышан Тобой, и чтобы во время нашего шторма, где бы мы ни находились, что бы ни происходило, Господи, Ты отвечал на наши молитвы. Мы Тебе доверяем это время и просим, чтобы Ты говорил со всеми нами. Аминь. Вы когда-нибудь фантазировали в жизни? Вы вообще любите фантазировать? Мы придумываем сценарий сегодняшнего дня. Сегодня я проснулся, и уже у меня в голове есть целый план, где я должен оказаться, что я должен сделать, какие события меня ждут впереди, какие люди и какие встречи меня сегодня ожидают. У Вас так же? Иногда бывает так, что Вы пропланируете весь свой день, иногда что-то еще придумаете, и в Ваше расписание вообще невозможно всунуть иголочку, потому что у Вас все абсолютно забито. И если вдруг кто-то встречается совершенно неожиданно Вам на улице, или где-то кто-то позвонил неожиданно, он как будто выбивает Вас из ритма жизни, Вы даже иногда начинаете нервничать, потому что что-то пошло не так, потому что Вы сегодня имеете план. В кои веки у меня есть план на сегодняшний день, и вот тот не получается, так думают некоторые, и мы раздражаемся иногда даже. Мы даже иногда раздражаемся от того, что все пошло не так, как мы планировали, как мы себе надумали. Вы знаете, иногда мы надумываем себе вещи, которые нам вообще не нужно надумывать, но мы все равно о них думаем, мы фантазируем. Не могу сказать, что все мы фантазеры, наверное, это особый дар, и он есть у некоторых людей. Не знаю, как он передается, правда, по наследству или через возложение рук, но как-то он передается. И есть люди, которые особо называются фантазерами. Я знаю, что если в самом начале, когда человек разрабатывает какую-то мысль, он допустит какое-то неверное действие, или Вы решаете большой пример, или Вы просто спортсмен, который у стенда стреляет, и расстояние большое, и Ваша рука чуть-чуть дрогнула, или в основании Ваших мыслей Вы не ушли в какую-то маленькую деталь, то все решение Вашего примера, то весь Ваш выстрел, все самое лучшее, что Вы готовились, тренировались и думали, в конечном итоге будет неверным. Вот так бывает с некоторыми фантазерами. И я сегодня хочу немного разобраться, как люди придумывают себе Бога, как люди придумывают себе святую жизнь, как люди придумывают то, что нужно Богу. и делают это в тот момент, когда Он вообще этого от них не ожидает, а ждет совершенно другого. Вы когда-нибудь сталкивались с тем, как люди надумывают себе кучу ненужной информации? Или это только у меня так бывает? Я задумался, почему люди это делают? Почему мы, встречая другого человека, смотрим на его внешний вид, и нам кажется, что у него что-то случилось? Ну, потому что он, например, посмотрел не так, или наоборот, не посмотрел никак. Или его вид был очень суров, или его ответ был очень краток. У нас есть целый набор каких-то взглядов. Почему мы думаем, что вот происходит именно так, а не иначе? Интересно, смотрите, я обнаружил, что апостол Павел в послании к Коринфянам говорит, чтобы мы не судили прежде времени, до тех пор, пока не придет Господь, и не осветится, крытое во мраке. Он говорит, тогда откроются все намерения сердца. Но иногда нам так сложно исполнять Слово Божье, что мы начинаем надумывать. Вот приходит брат в церковь, он надел сегодня не ту рубашку, у него не так зачесаны волосы, и ты точно думаешь, он, наверное, согрешил. Потому что человек, который согрешил или грешит, он не обращает на нужные вещи внимания, а обращает вещи на ненужные. И тогда мы начинаем надумывать, чем же он мог согрешить? Не, ну, по идее, в принципе, можно же просто спросить, друг, у тебя все хорошо. Но мы начинаем включать процесс надумывания. Интересно, что Иисус, зная нашу природу, говорит нам следующие слова. В Евангелии от Матфея он учит нас и говорит, что если ты видишь брата согрешающего, ключевое слово ты видишь. Вот ты видишь его согрешающим, то ответственность на тебе пойти и поговорить, потому что, может, ты вообще не то видишь. Мы все время читаем этот текст, чтобы разобраться с братом, которого ты видишь грешащим. А может быть, это к тебе относится. Может быть, ты что-то не то видишь. Может, у тебя проблема-то. А брат живет и даже не думает, что кто-то думает, что он во грехе. Он просто забыл расчесаться. Он не выспался. Он поздно вчера лег. Рано встал. Он не мог пропустить церковь. Он пришел в таком виде, в каком он есть. И он просто, ну вот так пришел. Он не подумал, что от этого будет какая-то проблема. Кто-то что-то надумает. Не дай Бог, еще кто-то в грехах будет подозревать. Иисус говорит, пойди ты с ним поговори. Да выясни ты все. Все просто. Вы знаете, когда ты живешь с Иисусом, у Него все просто. Он не усложняет нашу жизнь. Он ее упрощает. Он тайное освещает. Он выводит это на свет и помогает тебе жить в свете, чтобы ты не надумывал то, чего не нужно. И первое, почему я думаю, у нас приходят такие надумывания, ненужные надумывания, потому что у нас неправильная информация или ее просто не существует. Я помню одного человека, который пришел к нам в церковь много лет назад и уже несколько месяцев он был в церкви. Он ходил на все богослужения. Он был у меня на домашке. Но он всегда курил. И это же естественно всем нам думать, что когда человек приходит в церковь, он должен бросить курить. Но это же объективная реальность. Все же понимают, что курить не нужно. Не, может кто-то думает, что нужно. Я после служения готов с вами пообщаться. Но если вы понимаете, что не нужно, то это естественно. Пришел человек в церковь, ходит несколько месяцев, он должен не курить. И вот он так курил, ходил в церковь. И мы думали, наверное, что-то не то с братом. И однажды моя жена сказала ему, Витя, слушай, а ты никогда не думал, что курить это грех? Ведь это же грех. Тебе бы оставить это дело. Вы бы видели его лицо. Он сказал, я уже несколько месяцев в церкви. Женя помнит этого Витю, наверное. Мне никто никогда не говорил, что я должен оставить курение. Что это грех. Вы знаете, люди продолжают по инерции идти. Они пришли с мира. Они не знают, как все должно быть. Слов Христа в них еще недостаточно, чтобы их жизнь изменилась. Именно поэтому Иисус посылает нас к этим людям и говорит, если ты видишь, да ты пойми вообще, в чем проблема, прежде чем ты будешь надумывать. И он оставил эти сигареты. Он не курил после этого. Вы знаете, это так удивительно. Недостаток информации. Недостаток разговора, открытого, честного. Второй момент, который я хотел бы сегодня заострить, почему мы придумываем, он связан, конечно же, со своеволием человека. Я хочу, я так верю, и какие истины хочу брать, такие беру, что вы мне тут указываете, что вперед, а что потом. Я не знаю, может быть, вы таких людей не встречали, но я о них пару слов скажу. Есть такие люди в церкви, у которых какой-то свой Бог. Я иногда таких встречаю. Как будто бы я поклоняюсь Иисусу, они поклоняются Иисусу, но наш Иисус разный. Я не знаю, замечали ли вы такое, но я обнаруживаю, что они верят в какие-то особые истины из Слова Божьего, а остальные они даже не рассматривают. Ну, например, они верят, что их царствование со Христом уже началось на земле. Они верят, что здесь, на земле, Бог им дал все потребное для жизни, благочестие, и поэтому они не должны никогда болеть. Если они заболели, они сразу же должны быть исцелены. Если у них не хватает финансов, то Бог должен открыть окна небесные, Он так обещал, и в противном случае они в такого Бога не верят, если Он этого не дает. Они говорят, я в такого Бога не верю, я не знаю, встречали вы таких или нет. И все это звучит нормально. Царствовать со Христом. Бог сказал нам, что мы будем царствовать. Потом сказано о том, что Бог хочет, чтобы мы были здоровы. Ну, конечно, хочет, чтобы мы были здоровы. Я помню, как какое-то время назад моя жена лежала в больнице, и ей нужно было пролежать в больнице и пройти курс лечения. И одна сестра, ободряя ее, говорит, слушай, ты не исповедуешь, что ты болеешь, потому что от того, что ты исповедуешь, на тебя все это и приходит, вот ты уже и в больнице лежишь. Иисус тебе победу подарил, исцеление подарил. Знаете, и вот эта однобокость, она приходит от того, что мы как-то не так познали Бога, мы как-то верим не так, как говорит Священное Писание. Мне в этом плане очень-очень нравится, что говорит Иов. Я не знаю, кто-то читал из вас книгу Иова. Он говорит, пусть он испытывает меня, выйду как золото. То есть речь идет о том, что Бог испытывал Иова, а Иов, находясь в испытании, ожидал конца Божьего. Находясь в глубокой болезни, он продолжал верить и ждать от Бога чудо. Он знал, что концом этого испытания он, Иов, будет золотым человеком, если так можно сказать. Сегодня многие христиане верят в то, что они могут быть золотыми без испытаний, без трудностей, без борьбы, могут стать чемпионами, даже не выступив на ресталище, чтобы побежать. Без войны стать просто победителями в глобальной войне, не воюя. Иисус все победил, Он все за меня сделал. Мне хочется им сказать, да что ты говоришь, мой дорогой? А в твоей жизни Иисус уже стал победителем, ты взял Его знамя победы, ты прошел с Ним через твои испытания жизни, или ты все еще на Него все стрелки переводишь, что Он все сделает в свое время. Он-то сделает, ты-то пойдешь с Ним. И апостол Павел говорит в послании к коринфянам, коринфянам он их укоряет этим словом, он говорит, такое чувство, ребята, что вы начали царствовать без нас вообще. Сами по себе как-то придумали себе царство, царствуйте. Он говорит, если бы вы по-настоящему царствовали, в этом была бы моя настоящая радость. Поэтому, когда мы говорим о придумываниях, то люди берут контекст, несмотря Слова Божьего, выдирают Его, верят в Него и думают, что Бог благословит только эту истину, а все остальное они не берут во внимание. Есть третья причина, это гордость. Когда я знаю, как все должно быть, когда я знаю, как Бог должен мне ответить, и как Он мне не ответит сто процентов, это точно, если я буду вот так и вот так жить. Я вспоминаю историю, которая записана в четвертой книге Царств, пятой главе, про Неймана. Был великий полководец с Сирием. Его звали Нейман. Написано, что он был великий, он был очень известный, он был очень знатный человек. У него была одна проблема. Он был прокажен, он был больной. Его кожа разлагалась, болезнь неизлечимая. Его смерть ждала через несколько лет, а может быть и меньше. Однажды после одного из набегов на землю израильскую, в его дом попадает пленная еврейская девочка, которая сказала ему, что если бы ты пошел в Самарию, в израильский город, на то время столицу, то там есть пророк, он бы снял с тебя проказу. Для девочки это не проблема, но Нейман решается и думает, хорошо, пойду к врагам, пойду, поклонюсь им, попрошу милости, может быть, снимет с меня. И вот он идет. Вы знаете, я примерно смотрел по карте и думаю, что там километров около 150-200 от Дамаска до Самарии. И это путь, который они проделывали, я думаю, не один день. Когда он пришел к пророку, то я хочу прочитать эту историю, как это было. Смотрите, написано так. Он подходит к дому пророка. Он нашел дом пророка. Он знает, что вот этот дом, к которому он шел несколько дней с огромной свитой, этот дом, за дверями этого дома находится его исцеление. Он так поверил, ему так сказали. Он взял эту истину и приложил ее к себе. И вот он стоит в ожидании того, что сейчас распахнется эта дверь. Еще короткое время, и он забудет об этой болезни. Вы представляете себе человека, который страдает смертельной болезнью, который приходит к своему исцелению. Что он чувствует? И вот он стоит у этой двери, и стих 10 говорит, и выслал к нему Елисей и слугу сказать, пойди, а мойся семь раз в Иордане, и обновится тело твое у тебя, и будешь чист. И разгневался Нейман, и пошел, и сказал, вот, я думал, он выйдет, станет, призовет имя Господа Бога своего, возложит руку свою на то место, и снимет проказу. Разве Авана и Фарвар реки Дамаски не лучше всех вот израильских? Разве я не мог бы омыться в них и очиститься? И обратился, и удалился в гневе. Представьте себе, человек больной, изнеможденный болезнью, приходит к двери, за которой исцеление его, он в это уже поверил, он уже с этим ожиданием шел, он уже к царю израильскому на поклон ходил, он уже все сделал для того, чтобы быть полностью здоровым. Но есть одно но, по которому он не получает исцеление. Там написано так, его прямая речь записана здесь, вот, я думал, что ты думал? Я думал, как все будет происходить, у меня есть план, у меня есть план, как ты, пророк, должен меня исцелить. И когда пророк даже своего лица не показывает, он поворачивается и уходит в гневе. Что это? Это гордость. Я знаю, как ты, Бог, должен действовать. Я знаю, как все будет в моей жизни. Ты сказал, что я буду благословенным, буду исцеленным, буду таким, раз таким, расписным. И что-то нету этого ничего. Нету, потому что что-то в сердце твоем не так. Твое исцеление все еще лежит. Может быть, ты передумаешь? Может быть, ты смиришься? Может быть, ты все-таки возьмешь то, что я приготовил? Я думаю, в этот момент у Бога были только такие вопросы к этому человеку. И в этот момент были мудрые слуги рядом, которые сказали ему, слушай, если бы тебе пророк сказал что-нибудь такое сложное сделать, то не сделал бы ты сложного. Неужели такая мелочь? Проехать 20 километров до Иордана, мы туда 200 ехали, а мыться там семь раз. Но ты же уже пришел сюда. В общем, они уговорили его поступить так, как сказал пророк. Вы знаете, но вот эта нелогичность Божья, когда он приходит к нам не так, как мы думали, она сбивает нас с толку. Бог ожидает смирения, чтобы его слово состоялось в нашей жизни. Бог ожидает покорности его слову. Но если ты будешь продолжать гордиться, у тебя будет происходить так, как у этого парня, который, слава Богу, смирившись, получил то, что предложил ему Бог. Друзья, как все-таки сильно в нас сидит наше представление. Наше представление о том, что я прав, наше представление о том, как я правильно толкую Библию, как я понимаю Бога, как я понимаю эту жизнь, этих людей, своего мужа, у нас на все есть правильные мнения. Я живу почти 26 лет со своей женой. Этим летом исполнится 26-й год. Я благословен Господом, потому что Он подарил мне прекрасную женщину, сына, наследницы моей благодатной жизни. Кто не читал Библию, тот не понял шутки. Ладно, ничего страшного. И вот, когда мы живем с ней, я открываю ее день за днем. Я думаю, сколько в ней еще сокрыто того, что мне предстоит узнать. Пару недель назад она, прихожу домой, она закупила вагон красок, причем разных, акварель, масло там, ну вот, еще там, еще есть всякие слова, которых я не знаю, постель какую-то она не купила, вроде была у нас постель, не знаю. Бумажки эти все и рисует. Не, я знаю, что она хорошо рисует, я еще, когда познакомился с ней, знал, что она художница, она очень классно рисует, но она никогда не была художницей, никто никогда не учил. Мы приехали на Алтай, она 4 дня рисует, всех посадила за эти кисточки, за краски, мне такой удивительный дар есть вокруг себя народ собирать. Вот собрала всех, кого только можно и со всеми рисует. Я думаю, господи, что будет еще через полгода? Я думал, знаю человека, 26 лет прожил, полтора года дружили, то есть в общей сложности почти 28, но мне кажется, что мы слишком мало можем понимать и знать друг друга до конца, тем более, когда мы знаем друг друга год, два, три, и очень поверхностно, встречаясь раз или два, три в неделю. мы не можем представить себе, как поворачиваются мысли у другого человека, но мы часто осуждаем, подводим черту и говорим, что мы что-то знаем. Ведь мы все, что происходит с людьми, переносим также на Бога. Мы думаем, что Он такой в тот момент, когда Он не такой. Я хочу еще сказать об одной очень важной причине, важной причине, которая не позволяет нам принять от Бога то, что Он приготовил, потому что у нас есть по этой причине наше собственное мнение. Это боль. Возможно, вас отвергали, ранили люди. Возможно, вы воспринимали этот мир совершенно не таким, какой он есть, по этой причине. Я не знаю, сколько людей в этом зале есть, которые знают, что такое боль отверженности. Когда вас бросали, подводили, предавали, оставляли одного в тот момент, когда вы в ком-то нуждались, не оказывали внимания. Если честно, мне кажется, нет ни одного, ни взрослого, ни малого, кто бы с этим не сталкивался. И по причине той боли, которую мы переживали, чем сильнее мы ее переживали, тем больше у нас вырастает внутри защитная реакция, защитный рефлекс. Я не хочу терпеть боль. Кому нравится терпеть боль? Кому нравится, чтобы его постоянно оперировали без наркоза? Кому нравится, чтобы в твою душу залазили, что-то там делали, потом бросали тебя, и ты не знаешь, как жить дальше? Я думаю, что причина, по которой мы сегодня смотрим в том числе и на Бога неправильна. Мы смотрим с позиции защиты, а вдруг завтра Он нам не поможет? А вдруг завтра Он нам ничего не даст? А вдруг мы попросим, а Он не ответит? Или по какой-то причине Он не хочет, чтобы я был здоров? Поэтому я лучше не буду молиться об исцелении, чтобы не разочаровываться. Не буду очаровываться, чтобы потом не разочаровываться. Я хочу сказать вам, дорогие друзья, гости, братья и сестры, все, кто нас смотрит в вашу боль, хочет прийти Иисус. Он хочет ее исцелить, чтобы снять эти очки отверженности с вас. Потому что через них, смотря на этот мир, на людей вокруг, вы будете думать превратно. Вы будете думать о Боге, то, кем Он не является. Именно боль или какой-то источник боли заградит вас от вашего благословения, если в Него не впустить Иисуса, и Он не изменит вас изнутри. Как все-таки сильно сидит в нас наше мнение, наше понимание, наши боли. я хочу сказать, что отверженный человек, он везде будет видеть угрозу. У Него никогда не будет хороших отношений со многими людьми. Возможно, Он найдет одного, двух, трех, кому Он будет доверять, и с ними пройдет вся его жизнь в тот момент, когда Бог открывает весь мир перед нами. Самое печальное, что мы все это перенесем на Господа, и мы никогда не поймем полноту той радости, которая приготовлена нам от Него. Я хотел бы с вами окунуться в историю Иисуса. Вы знаете, что Иисус страдал добровольно, и добровольно пошел на крест. В тот день, когда Его взяли, потом избили, потом распяли, Он понимал, что из людей никто не сможет Ему помочь. Это было превыше того общества, которое следовало за Ним. Все эти тысячи людей не способны были дать Ему помощь. Где-то внутри Он сохранял покой и мир, потому что Он был с Отцом. Ну вот приходит крест. Иисуса распинают. Иисус висит на кресте. В этот момент Он посреди двух разбойников, и написано у Матфея, что они Его злословят. Уж кто мог понять бы Его, так это те, которые рядом, в таком же положении, но и у них нет к Нему сострадания. И вот у Иисуса вырываются две фразы, на которых я хочу, чтобы вы заострили сегодня свое внимание, запомнили их, написали их на скрижалях своего сердца, и всегда применяли в своей жизни. первая фраза Иисус говорит, Евангелие от Матфея, 27 глава. А около часа девятого, около девятого часа возопил Иисус громким голосом, или, или, лама совахфани, то есть, Боже мой, Боже мой, для чего ты меня оставил? И потом 50 стих, Иисус же опять возопил громким голосом и спустил дух. Матфея не указывает, какая была вторая фраза. Он говорит, что была еще одна фраза. Вначале он сказал, Господи, для чего ты меня оставил? В этом было все его сердце, в этом была вся его боль, в этом было все, что только можно пережить, потому что все предыдущие испытания он прошел с мыслью, что отец с ним. Все оставили меня. Он и пророчествовал это ученикам, вы оставите все меня, но отец всегда со мной. И в этот момент Иисус чувствует, что он остался один. В этот момент все чувства Иисуса, что на кресте отца с ним нету. Он один, умирает, как позорный грешник на этом кресте. Его фраза летит в небо, ее записывают все практически евангелисты, кроме Иоанна. Они говорят, Боже мой, Боже мой, для чего ты оставил меня? Я хочу прочитать вам, какую фразу записал евангелист Лука. В 23 главе сказано, Иисус возгласив громким голосом сказал, Отче, в руки твои предаю дух мой, сие сказав, испустил дух. Вот она вторая фраза. Матфей не цитирует ее, Матфей указывает и Марк, они указывают, что эта фраза была, а Лука не говорит первую фразу, говорит только вторую, после которой Иисус умер. Теперь давайте посмотрим, в чем пребывал Спаситель наш, перед тем, как он умер. Первая фраза, Господи, Отец мой, зачем ты меня оставил? Я одинок, я разрушен, у меня вообще нет никакой надежды. И тут же вторая фраза, Господи, я предаю дух мой в руки твои. Скажите, вы можете доверять себя личности, которая вас отвергает. Вот вас отвергает человек, он не принимает вас, вы не нравитесь ему, или он хочет сделать вам зло, он хитрый, он изначально так планировал, он отвергает вас, можете ли вы доверить ему свою жизнь, свое естество, я знаю, что вы скажете, я тоже не готов. Но тут как-то странно все. Знаете, я читал комментарии на этот текст, и некоторые теологи говорят следующее, Иисус в действительности страдал как человек, он всю чашу страдания как человек выпил до дна, и он как человек, как человек, как ты и я чувствовал, что Бог его оставил. Это реальность, в которой он оказался, в которой он проживал последние минуты жизни. Но это была его реальность внутри его человеческого сознания, в тот момент, когда Бог не оставлял его. Именно по этой причине, зная, что чувства временные, обусловлены обстоятельствами, стесненными обстоятельствами, Иисус, как бы перешагивая через все свои чувства, через все свои ощущения, говорит тебе, о котором он говорит, что я не чувствую тебя, я чувствую себя оставленным, тебе одному доверяет дух мой и умирает. Я думаю, друзья, урок для нас заключается вот в чем. Я должен быть послушен Господу до смерти, даже тогда, когда мои чувства говорят, что я один и он оставил меня. Я понимаю, что это очень сложно. Я понимаю, что по-человечески, наверное, это невозможно. Я бы так думал, что это только присуще Иисусу, если бы не Давид, который задолго до него сказал те же самые слова. Он говорит, смятение моем, смятение моем, то, с чего мы ночевали. Я думал, отвержен я от очей твоих, но ты услышал молитву мою. есть время, в которое стесняют тебя обстоятельства, стесняют тебя чувства, твои неправильные понимания или недостаток информации. Ты тут же еще где-то гордишься, ты чего-то не понимаешь, тебе хочется надумать, что тебе ты никому не нужен, что и Бог про тебя забыл. Но в этот момент это неправда. В этот момент Бог стоит с тобой рядом и ждет только одного. чтобы ты доверял Ему до конца. Он исполнит желание, сердце, ответит на молитву, Он даст тебе новую жизнь, Он воскресит тебя, даже если ты умрешь. Вот чего ожидает от нас Христос. Я хотел бы заострить ваше внимание вот на чем. Откуда у Христа была такая уверенность? Что такое сказал Ему Бог? или что Он Ему сделал, что Христос имел такую уверенность? Может быть вы, кто знает Библию хорошо вспомните, что такое Бог Ему сделал, как Он Его заручился, Иисус такой поддержкой, что в такой крайней ситуации Он мог предать Богу весь Свой Дух. Иисус два раза слышал голос с неба. Один раз после крещения, первый раз, когда Он крестился, это было три года назад до Его смерти, Отец сказал Ему, Сей есть Сын Мой возлюбленный, Ты Сын Мой возлюбленный, в Тебе Мое благоволение. Был второй раз, когда Бог сказал на горе преображения, уже в присутствии Его ближайшего окружения, почти ту же фразу. Он говорит, Сей есть Сын Мой возлюбленный, в котором Мое благоволение, Его слушайте. И больше ничего не говорил из того, что нам известно из Священного Писания. Вы скажите, за три года Бог сказал Ему всего две фразы, и Он на смертном Адре, на кресте имел силу так уповать. Я вам скажу, когда вы здоровы внутри, когда вы с Богом внутри, вам не нужно десять раз говорить одно и то же, чтобы вы исполнили Его волю. Вам будет достаточно одного раза услышать, и второго раза, чтобы Бог просто подтвердил, я я соблюдаю слово мое. Если ты здоров внутри с Богом, тебе не надо говорить каждый день, я тебя люблю, я тебя люблю, ой, какой ты у меня хороший, какая ты у милая, потому что в этих словах настолько много драгоценностей, что Бог не хочет, чтобы они обесценились в твоем сердце ежедневным напоминанием. Он хочет, чтобы ты верил, Он хочет, чтобы ты помнил, чтобы ты держал перед собой его слова, в них чтобы ты находил силу, потому что смятение придет в твою жизнь, обстоятельства придут, люди придут, которые будут говорить превратно, которые будут уводить тебя к другому Богу, рассказывать тебе о том, как надо классно верить, ты веришь как-то не так, но тебе надо держаться того образца веры, который Бог дал тебе, тех слов, которые он сказал, возможно их было очень немного, но за ними стоял сам он, тебе их хватит, чтобы пройти. Разбойник, который висел на кресте, который смирился, увидел в Христе Господа, повернулся к нему и сказал, Господи помяни меня в Царстве Твоем. Иисус повернулся к нему, еще были силы и сказал, отныне будешь со мной в раю с этого момента. Я заметил удивительную деталь. Когда Иисус умер, разбойники еще не умерли. И так как нужно было, чтобы они умерли, потому что завтра был праздник Пасхи и фарисеи и книжники просили, чтобы снять этих убитых с креста, но они были еще живые, эти разбойники. Иисуса сняли уже. Он говорит, праздник не надо, чтобы они тут висели, портили нам тут атмосферу. Тогда этим двоим написано перебили голени. Когда человек висит на кресте, он задыхается. Он умирает не от того, что у него руки с гвоздями, а от того, что он провисает, его легкие зажимаются, ему трудно дышать. И ноги помогали человеку просто приподняться, чтобы он мог вздохнуть. Но когда перебивали голени, человек умирал быстро, потому что он просто задыхался. этим ребятам перебили голени, они умерли. И я подумал, наш брат, человек, которого спас Иисус, которому встретимся на небе, который покаялся на кресте, умирал этой мучительной смертью, задыхаясь. на что он уповал? Иисус за несколько минут до его смерти, может быть, за час, дал ему нерушимую надежду. Он сказал ему, с этого момента ты будешь со мной в раю. Вот что поможет тебе не заблудиться в жизни. Ясное слово от Господа, в которое ты поверишь и не будешь сомневаться, ты будешь с ним проходить через любые испытания. Все, что не нужно, оно будет спадать. Все эти заблуждения будут проходить мимо, потому что где-то внутри ты примешь решение, может быть, кто-то уже принял, последовать за ним, за Иисусом, за тем, что он тебе сказал, и за тем, куда он тебя позвал. В заключение я хочу прочитать текст из Евангелия от Иоанна, там Иисус говорит, кто любит Меня, тот соблюдет Слово Мое. Вот вам ключ, чтобы не заблудиться в этой жизни. Если ты любишь Иисуса, ты будешь соблюдать Его Слово. Вокруг будет много голосов, вокруг будет много людей, которые будут тебе что-то говорить, посмотри, какая важная проповедь, посмотри, какой учитель, посмотри, как он красиво рассказывает, посмотри еще на что-то. Если слова Христа не являются самым главным руководством в твоей жизни, ты где-то собьешься, ты придумаешь себе Иисуса, ты придумаешь, как надо жить, ты все додумаешь сам в тот момент, когда он все еще близко с тобой и предлагает тебе просто следовать за Ним. Вы знаете, друзья, ни отвержение, ни гордость, ни какие-то другие грехи, боли, скорби, ничто не может отлучить нас от любви Божьей во Христе Иисусе. Ничто не может помочь тебе сбиться, если ты поставил его на первое место, если его слово стоит на первом месте, если это самое важное для тебя в жизни, какие бы ни были красивые слова, каких проповедников, если Иисус стоит на престоле твоем и ты озабочен только одним и только одним от любви к Нему соблюсти его слово, то даже если и распнут за слово Божье, у тебя будет надежда, у тебя будет якорь безопасный, у тебя будет сила, чтобы пройти любое испытание. Давайте встанем, друзья, для молитвы, давайте помолимся. Дух Божий здесь сейчас, Его присутствие здесь сейчас, Он хочет, чтобы мы полностью переложили себя на Него. Давайте сделаем это снова, давайте решим сегодня, что мы пойдем за Иисусом и за тем, куда Он нас зовет, как Его Слово говорит нам, и будем держаться этих рамок того, что Он предлагает нам сегодня держаться, чтобы нам жить и веровать в единого Господа. Наш Небесный Отец, мы благодарим Тебя за то, что мы дети Твои, Ты выкупил нас из этого мира, Ты сделал нас своим особенным народом, и сегодня Ты не оставил нас одних, Ты продолжаешь вести нас. Мы молимся, чтобы Ты помог нам Господи всегда быть в поле Твоего действия, чтобы там, где Ты, там и мы были, чтобы там, куда Ты идешь, и мы шли, там, где Ты стоишь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА